Приветствую вас. Ну, вы знаете, я прочитал ваше сообщение, оно на самом деле не такое уж и длинное. Вот, и как мне думается, что вы с некой такой иронией написали, что оно длинное сообщение. Потому что, ну, все равно, раз обратились сюда, значит, хотелось помощи, да, хотелось, чтобы вам помогли, хотелось, чтобы все-таки, ну, была какая-то обратная связь, вот, и так далее. Вот, поэтому я думаю, что для ответа на ваш вопрос желательно все-таки разбить ответ на две части, на две составные части. Первый, первый, первая часть, это вопрос, что такое эгоизм, и, как вы говорите, с чем его едят. Эгоизм, это когда человек заботится только о себе и делает только то, что нужно и что хочется ему. Это первое. Эгоизм бывает здоровый, эгоизм бывает нездоровый, то есть эгоизм здоровый, эгоизм здоровый, да, это когда человек думает о себе и реализует себя, свои желания и свои ценности. Не, ну, как бы, не на вся вреда, при этом другому человеку, да, то есть если я, например, думаю о себе, или если я, например, ну, грубо говоря, прошу, допустим, допустим, оплату, да, за, например, свой труд, да, то это не эгоизм. Вот. То есть это не, это, это здоровый эгоизм, это эгоизм, но это здоровый эгоизм, если я прошу оплату за свой труд. Вот. Почему? Потому что, ну, собственно, я работаю, как бы, я трачу на это свое время, да, свои силы и так далее. Вот. Понимаете? И я полагаю, что тут, как бы, вреда вам нет. Но когда начинается вред вам? Когда, например, я прошу оплату просто так, да, или когда я прошу оплату, ну, например, объективный непосильный у вас, то есть я не просто прошу, да, я требую у вас сил. Это уже эгоизм нездоровый. Вот. Ну, что касается эгоцентризма, то здесь история, в принципе, она схожа. То есть эгоцентризм тоже бывает здоровым, бывает нездоровым, бывает, когда эгоцентризм проявляется вполне адекватно, бывает, когда эгоцентризм проявляется неадекватно и так далее. Вот. То есть эгоисты все люди. Когда вы ездите, например, вот, в город, да, когда вы ездите в город, в город, вы это делаете для себя. Вот. То есть вот, ну, когда вы, вот, ездите развлекаться, да, когда вы говорите, что надо гулять и так далее, и так далее, вы это делаете для себя. Вот. Возможно, не потому вы это делаете, что, ну, к примеру, не потому вы это делаете, что, допустим, так поступила ваша бабочка, например, не потому, а потому что вы это делаете для себя. Если вы поступали так, потому что это делала ваша бабочка, то здесь уже немножко другая история, здесь уже немножко, ну, здесь уже все немножко иначе происходит, здесь уже все немножко по-другому, вот. Поэтому эгоизм это нормально. Ну да, то есть понятно, что эгоизм здоровый заканчивается, соответственно, тогда, да, здоровый эгоизм заканчивается тогда, когда он начинает вредить, ну, другим людям. В данном случае, вот, собственно, вам эгоизм бабочки вредит вам, вот, и, соответственно, это уже нездоровый эгоизм. Дальше, значит, отвечая на ваш вопрос, следующий, тронется лёд, да, соответственно, то есть тронется ли лёд, если... К примеру, да, вы будете делать вот то, что вы делаете сейчас. Нет, лёд не тронется, лёд не тронется, потому что, ну, как бы, как бы... Бабочке это нравится, бабочку это устраиваешь, бабочка, она так и будет себя вести, да, потому что ей всё нравится, вот, и, соответственно, в силу своего возраста, да, она считает, что... Значит, вы должны, ну, вы должны ей помогать, вы должны её напирать и так далее, а если вы не делаете этого, то она обижается, обижается, она как ребенок, потому что... Многие старые люди, многие старые люди, ну, впадают вот в это состояние, да, в состояние детства, когда он... Значит, ну, такая, знаете, своего рода детская такая позиция, детская позиция проявляется, вот, и именно, именно позиция, именно позиция проявляется детская, вот. В том смысле, да, что человек, он, как бы, вот, серьёзно, серьёзно считает, что, ну, для него должны, там, что-то делать, серьёзно считает, что, что... Для него должны, там, стараться, ну, и так далее, и так далее, и так далее. Это детская позиция. Почему бабочка не помнит, значит, того, что вы делали, ну, что она, точнее, делала в молодости? Потому что люди в молодости очень редко делают то, что в старости будут вспоминать, что да, принято. То есть это вот, ну, это, как бы сказать, проблема. Это проблема современных людей. Ну, вообще, проблема людей не только современных, но и большинства. То есть, когда человек что-то делает в молодости, он это делает, либо постоянно себя где-то в глубине души обвиняя и считая, что он не прав, что он так не должен делать, и так далее, и так далее, и так далее, и так далее, вот. Либо он это делает, там, ну, постоянно, там, в борьбе с кем-то, вот. И, к старости, к старости, человек, как бы, ну, включается его родительская позиция, в большей степени включается его родительская позиция. Что я так делать была не должна, я была не права. Хоть ты, внучка, да, не будешь, соответственно, моей ошибкой, там, грубо говоря, повторять, думает бабочка. Потому что она уже забыла, что такое, быть, быть молодой, что она уже забыла, что такое сходится в своих желаниях туда идти. Потому что, ну, вот, её жизнь складывается, не складывается несчастно. Да, с девочкой у неё отношения плохие, здоровье у неё не очень, и жилплощадь у неё такая, какую она не тянет, вот. То есть, по сути, один большой постоянный невроз. И в такой ситуации очень легко забыть, кто ты и что ты, и очень легко забыть вообще, что ты когда-то чего-то хотел. Очень легко забыть в этой ситуации. Вот так у нас бабочка забыла. Вот, в её случае это нормально. Забывают все старые люди, которые вот в определённом возрасте чувствуют себя, там, соответственно, ну, несчастными, к примеру. Вот, к сожалению, это реальность, это такая же реальность. Что делать вам? Значит, ну, поскольку, поскольку, как я уже сказал, да, поскольку, как я уже сказал, ничего не изменится, и бабочка будет вести себя так, как она ведёт себя, и она не предложит вам, да, поехать развлечься, что вам ничего не остаётся, кроме как два варианта. Либо вы доносите до бабочки такую историю, что, например, там, пять дней в неделю вы посвящаете ей, шесть дней в неделю отдыхает. Вот в шестой день в неделю вы отдыхаете. Это вам нужно, вы считаете, что вы имеете на это право. Вот. Она может обижаться, она может, как угодно, что угодно думать, что угодно делать, что угодно говорить, это её право. Вы будете это делать, а вы считаете это нужным. Вы считаете нужным это для себя. Вот. Соответственно, если у неё есть какие-то соображения, да, по этому поводу, она может вам их высказать. Если соображений никаких у неё нет, то, соответственно, вот тогда всё хорошо. Вот. Значит, либо вы, либо вы можете просто делать то, что делать. Всё бабуль сегодня, я еду там, ну, по делам, по делам, по своим. Вот. И всё. И просто не обращать внимания на её, как бы, реакцию на её обиду. Вот. То есть вы, понимаете, какая история, вы не описываете, вы не описываете, что конкретно для вас, что конкретно для вас. Значит, тот факт, что она на вас обижается. То есть она обижается, и что? Ну, не нравится ей это, и что? Ну, сука разговаривает, ну что? Ну, вредно ей это, ну и что? Это её выбор. Это её ответственность. Это её реакция. Если у неё никаких желаний и потребностей нет, то у вас желания и потребности есть. И что и эти желания и потребности вам нужно реализовывать. Вам нужно эти желания и потребности удовлетворять, потому что вы, как вы правильно сказали, молоды. Вот. Вы молоды, и поэтому нужно это делать. И то, что вы делаете, это совершенно нормально, это совершенно правильно и естественно. Другое дело, что может быть, другое дело, что может быть, вы чувствуете вину за это. Но если вы чувствуете вину, то от чувства вины вам можно помочь избавиться. То есть от чувства вины избавить вас может. Точнее не избавить даже, а освободить скорее. Скорее освободить от чувства вины. Вас может. Можно это сделать. Можно и нужно избавить вас от чувства вины. Но для этого нужна определённая работа. Конечно же, для этого нужна определённая работа. Потому что чувством вины, скорее всего, вы руководствуете не первый день, не первый год даже. И так далее. Это такой очень важный момент, на самом деле. Для вас. Ну и понятно, надеюсь, что чувство вины, да, оно никогда никому ничего хорошего как бы не сделало, не донесло и не принесло. Тут, конечно, в первую очередь решать именно вам. Вы говорите, что тяжело жить под одной крышей в таких отношениях. И здесь я хочу вам, как бы это сказать, да, здесь я хочу заметить, здесь я хочу заметить несколько, несколько деталей. Первая деталь, первая деталь заключается в том, первая деталь заключается в том, что вы с бабочкой не всё время живёте в таких отношениях. А вы с бабочкой живёте только в день, как я понял, ну, в день, когда вы, вот, уезжаете. Вот, кстати, может быть, она, кстати, так вот за вас волнует, волнуется. Ну, это один из вариантов, что, может быть, она так за вас волнует, может быть, она так беспереживает. Это первое. То есть вы, может быть, точнее, вы, судя по вашему тексту, вы живёте с ней так только то время, только то время, которое происходит непосредственно во время, может быть, вашего отъезда, то время, которое происходит непосредственно во время вашего отъезда, ну и, соответственно, после. Всё. Это довольно продолжительное время, а потом бабочки не выкидят с вами долго поделать плохие отношения, ибо вы для неё что-то делаете. Вот. Это такой аспект, и это очень важный аспект. Дальше, дальше, опять же, если вы, да, вот вы выбрали для себя проживание в этой живоплощади, ну, если вы выбрали, если вы хотите развлекаться, то, конечно, придётся платить определённую цену за это. На мой взгляд, это абсолютно нормально, что вы будете платить какую-то цену за, ну, за то, что делаете, за то, что делаете, за то, что вам хочется. Вот. Это нормально, что какую-то цену за это вы будете платить. И весь вопрос заключается в том, да, отдаёте ли вы себе отсчёт в том, да, что вот такая цена, и что вам её нужно платить, эту цену. И вот и всё. По сути дела. Сейчас я ещё посмотрю, что вы написали. Так, вот если у вас есть ожидание откуда-то, что она вам что-то скажет и так далее, то почему-то вы ждёте от неё разрешение. Вот, ожидание разрешения, то есть, иными словами, стремление, стремление легально, легально заниматься тем, что, ну, тем, что вам хочется легально заниматься, это, к сожалению, тоже весьма негативно. Свидетельствует о вашей самооценке. Вот. По моему мнению. Исключительно только по моему мнению. То есть, вам не нужно разрешения кого-либо, да, чтобы заниматься тем, что вы хотите. А если нужно, то вы не уверены себе. Иначе как объяснить, что вы ждёте от бабочки каких-то слов, какого-то разрешения и так далее? Как объяснить? То, что, ну вот, вы ожидаете от него каких-то слов и по сути обижаетесь на неё. По сути. Верно? По сути вы обижаетесь. И у этого есть свои причины. Опять-таки. Вопрос только в том, какие это причины. Так что здесь исключительно, исключительно вот так. Дальше. Значит так. Так. Если просто наперекор, то быть нескончаемой. Ну и пусть. И пусть. Это очень тяжело жить в одной крыше. В такими отношениями. А в чём тяжесть? 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 А вот так. Как мне кажется, что раз в два недели... Раз или два в неделю вы едете, значит, развлекаться. Нормально. Аммммммм, так. Город я мотаюсь одним днём. Дома мы болтаем. На любые темы никакого напряга вообще нет. Ну так получается, что вы приезжаете, и всё хорошо. Так в чём тяжесть? В чём тяжесть? Тяжесть таких отношений для вас. Короче, по итогу, по итогу, статья заключается следующим, если вы не будете идти по пути собственного удовлетворения, если вы будете, например, только удовлетворять свою бабочку, то будете неудовлетворены вы, и рано или поздно это у вас кто-то выльется. Ну, например, это выльется в негатив по отношению к бабочке самой, допустим. Как, ну, как, ну, как, как, ну, как, как вариант, как, как вариант, вот, 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 это первое, это первое. Если вы будете удовлетворять свои потребности, ну, если вы будете удовлетворять свои потребности, то, соответственно, скорее всего, да, скорее всего, будет неудовлетворена бабочка. Но здесь в таком случае вы пишете, что тяжело вам, поскольку удовлетворять свои потребности можно и нужно, и необходимо, что получается, что вы, вы на психологическом уровне, ну, себе, себе запрещаете, получается. То есть как бы чувство вины, вот, по факту, по факту, да, именно вот, именно вот с чувством вины и нужно работать, на мой взгляд. Именно по факту, вот, с чувством вины и нужно здесь взаимодействовать, если это действительно так. Либо, ну, назовите, назовите другую причину, да, по которой вам тяжело. И опять же не раскрывается. Почему тяжело? Вот и всё, вот и всё. Значит, смотрите, на ваши вопросы, да, что делать? Чтобы что. Это понятно. Значит. И замечаю вам, что по факту вы, вот, сейчас, на данный момент, находитесь в позиции жертвы, потому что оба варианта вас не устраивают. Оба варианта вам, по сути, не дают какого-либо, ну, удовлетворения, удовлетворения. Хотя, полного удовлетворения, да, ну, идеального варианта, идеальных аспектов не будет. Идеальных аспектов не будет, потому что, ну, всегда будет кто-то недоволен и, и именно недовольство других людей, и означает, что вы идёте правильным путём для себя. Вы поймите, что как бы здоровый эгоизм, да, именно здоровый эгоизм, он тем и отличается от нездорового. Что нездоровый эгоизм вредит людям объективно, а здоровый эгоизм вредит людям только у них воображение. Понимаете, какая история. То есть, вот, опять же, пример. Если я, к примеру, за, допустим, свою работу, да, прошу у вас денежные средства, да, вот, вы говорите, Андрей, я хочу консультироваться у вас, но хочу делать это бесплатно. Я говорю, нет, извините, я бесплатно консультировать вас не буду. Вы говорите, как же так, почему вы должны консультировать бесплатно, что делать людям, если у них нет денег. Я говорю, вы работаете с бесплатными специалистами, вы говорите, нет, почему-то я должна работать с бесплатными специалистами. Я хочу с вами, но хочу бесплатно. Вот. То есть, вы видите, как бы, вред. Вред-то вам есть, вы его чувствуете, но он субъективен. То же самое и здесь. Бабочка видит вред от того, что вы один день, например, или два ее там не намажете, ей там не поможете и так далее. Но ведь это вред исключительно только субъективный, это не объективный вред. Вот. Почему не объективный вред? Почему субъективный вред? Потому что, например, без вас, да, и когда она была молодой, и когда она была молодой, и без вас, в общем-то, огородом никто не занимался, и это было, в общем и целом, вполне себе нормально. Нормально, нормально. Вот. А сейчас, когда вы, вот, вот, когда вы приехали, да, сейчас, когда вы живете с ними, и начали, ну, стали что-то делать, да, вот, то очень быстро к хорошему привыкли. И, естественно, обратно возвращаться к тому уровню уже не хочется. Ну, и здоровая личность, личность, личность с здоровым эгоизмом, она бы спросила себя, почему я так завишу от этого? Может быть, мне надо сделать что-то для того, чтобы всегда удовлетворялось это? То есть, чтобы я всегда была ухожена, чтобы мне был всегда обеспечен уход, чтобы огородом там, ну, всегда занималась и так далее, да? То есть, для этого, ну, можно вызывать к себе, там, не знаю, массажиста, там, врача, в огороде, соответственно, тоже человека, человека нанять. Это не так, не так дорого. Это не так дорого. Вот. Но она этого не делает. То есть, она не хочет брать ответственность за себя, за свои желания, бабочка ваша. Это её выбор. А почему вы должны? Ведь, делая так, да, то есть, неся ответственность за неё, в большей степени, вы повторяете её сценарий. И, в итоге, неся ответственность за неё, а не за себя, вы, по сути, окажетесь там же, где бабочка сейчас. Да. В некоторой степени, это уже происходит. Потому что, раз мы, вот, отношения с мужем не складываются, у вас, вот, уже в некоторой степени, да, идёт вот это вот, повторение этой ситуации. Потому что у вас отношения с мужем, нет отношений с мужем, вы, собственно, не планируете их. Вот. И так далее. То есть, я не говорю вам, я не говорю вам, чтобы вы создавали семью обязательно. Нет, не нужны, и детей там, безусловно, не нужны, если не хотите. Дело не в этом. Дело не в этом. Дело не в этом. Дело в том, что вы с мужем почему-то развились. У вас с мужем почему-то не сложилось. И вот почему у вас с мужем не сложилось, это очень важный момент на самом деле. Который для вашего блага желательно, как следует изучить и рассматривать. Ведь всё равно вы будете встречать мужчин. И всё равно, рано или поздно, к кому-нибудь из них у вас появится симпатия. Понимаете, и очень важно не повторять ошибок. Особенно, если вы работаете дома, если у вас нет общения по поводу производства, по поводу творчества, если это у вас его сложнее, то вдвойне сложнее будет построить отношения именно здоровые. Понимаете? Поэтому так важно. Именно поэтому так важно все ошибки учесть, которые вы, ну, совершили, может быть, не совершили, да. Вот. Понимаете? Вот так, я думаю, можно вам и ответить на ваш вопрос, который вы задаете. На этом всё. Я надеюсь, что помог вам. Если у вас остались дополнительные вопросы, вы можете задать мне их в личку, я буду рад. помочь. Если вам понравился мой ответ, буду благодарен. Если сделаете его лучше. Я желаю вам всего самого доброго и удачи. Спасибо.